Не знаю, кто такие China Campus Network, кто такой SCN. China Campus Network это образовательная компания, российско-китайская, даже шире того, есть еще разные страны Марокко, Мехико, Мексико, Казахстан и так далее, с которыми мы помогаем студентам выучить китайский язык на нашей собственной программе FPCN, выучить китайский язык и подготовиться к обучению дальше в вузах. Мы решили пригласить сюда студентов и абитуриентов, которые уже сами между собой смогли бы пообщаться, задать вопросы и понять, чем отличаются ожидания от обучения в Китае, от обучения с нами в Китае, от реальности. У нас никогда не было столько спикеров из разных городов и стран. Надеюсь, что вам будет интересно. Ну и, конечно, вот к технике пожелания, чтобы она не болела и работала. Да. Я представлю наших участников. Сейчас учится на FPCN, прямо сейчас в Харбинском полиэктиническом университете. Соответственно, у нее сейчас самые свежие впечатления и эмоции от того, как там и что. У нас должен был быть еще один спикер из Китая, так как сейчас уже в Китае очень поздно, практически ночь. У нее не получилось ее быстро решить, поэтому мы сегодня без Алины. Также у нас будет абитуриент и Артем, тоже наш абитуриент. Я буду им, естественно, давать слово. Ожидание versus реальность. Вопросы к студентам. Форматы. Итак, абитуриенты спрашивают. Наша студентка Камила будет отвечать о том, как на самом деле все. И будет еще, как мы обещали, будет еще квиз, будет игра с вами, именно с теми, кто смотрит нас. Призом будут сладости из Азии. Сладкий такой приз, приятный. 30 секунд на ответ. И первые три ответивших. По одному на этот вопрос. Дальше тот, кто по итогам всех вопросов наберет больше всего баллов, тот получится у нас приз. Победитель только один. Победителя мы объявим в конце этой трансляции. Победителю нужно будет написать, как с ним связаться. То есть это должна быть либо почта, телефон, ВКонтакте. Ну, в принципе, любые варианты подходят. Главное, чтобы мы действительно смогли с вами связаться по этому способу. Да, и мы вам отправим ваш заслуженный приз. Одна оговорка. По России доставка за наш счет. Если вы живете не в России, вы победите. То вам нужно будет оплатить доставку. К сожалению, мы не всегда можем так делать. Все вопросы, которые вы задаете, можно будет задать. И мы на них ответим по мере наличия времени. Но не ждите, что мы ответим прямо на все. Наверное, на самые первые вопросы мы ответим. На остальных, наверное, нет. Ну что, давайте начнем с квиза, в первую очередь, чтобы вы немножечко так разогрелись, чтобы вам стало интереснее. Сейчас пойдет первый вопрос. И, соответственно, я попрошу вас писать в чате ответы. Моя коллега, моя помощница будет фиксировать их. Итак, первый вопрос. Вы должны увидеть его сейчас на экране. Я его озвучиваю также. Сколько мобильных платежей, то есть платежей со смартфонов, прошло в 2016 году в Китае, если у США их было на сумму 74 миллиарда долларов? Но какую сумму, как вы думаете, в Китае было мобильных платежей в 2016 году? Варианты ответов. Один – это 73 миллиарда, два – это 20 миллиардов, три – это 790 миллиардов и четыре – это 145 миллиардов долларов. Да, у вас еще есть время. Писать можно просто цифру ответа. Цифру ответа. Так, вот здесь уже пишут, пишут. Очень много ответов. Здорово, что так активно. Ну что, время в любом случае вышло по этому вопросу. Я даю правильный ответ. И правильный ответ – это 790 миллиардов долларов. То есть более чем в 10 раз, больше, чем в США прошло платежей в Китае именно с помощью мобильных платежей. Я могу сказать, что в Китае мобильные платежи очень распространены. Они за все платят, любят платить с телефона. И, соответственно, объем экономики китайской, он тоже здесь, думаю, этим вопросом раскрывается. Следующий вопрос. Подготовьтесь. Следующий вопрос. Такой милый вопрос. Как переводится панда? Там даже есть вот по иероглифах, как это написано в китайских. Как это слово переводится дословно с китайского на русский? Варианты ответа. Первый – черно-белый. Второй – китайский медведь. Третье – медведь-кошка. Четвертый – бамбуковый медведь. И у вас есть 30 секунд, чтобы ответить. И, естественно, только первый получит баллы. Мы пока играем с вами в квиз, чтобы как раз-таки по времени у нас уже закончилось время для ответа на этот вопрос. Я дам правильный ответ. Правильно, что панда переводится на русский как «медведь-кошка». То есть, если разделить вот этот иероглиф, он состоит из двух, вернее, это слово состоит из двух иероглифов слов. И вот первый из них означает «медведь», а второй – «кошка». То есть, панда – это такой вот медведь-кошка по-китайски. Надеюсь, что вам понравился этот вопрос. Мне лично он очень понравился. И следующий вопрос сразу. Третий, чтобы мы скорее по ним закончили и перешли к вопросам нашей Камилле. «Какое место среди высочайших зданий мира занимает Шанхайская башня?» Собственно, варианты ответа очень простые. Первая, вторая, третья или четвертая. Вот Шанхайская башня, если вы видите сейчас экран, то она прямо справа, вот эта вот скрученная башня такая. Я был там как-то раз вверху, хороший вид. Камила, а ты уже успела в Шанхае побывать или ты пока только в Харбине? Нет, нет, у нас были все недельные каникулы, так что особо мы не успели никуда поехать. Только на февральские сли. Понятно. Ну, рекомендую. Если доедешь до Шанхая, то рекомендую посетить башню. Именно на закате рекомендую, очень красиво. Ну что, мы перейдем к вопросам, уже не игровым, а перейдем к вопросам к нашим соведущим. Ответы на первые три вопроса, надеюсь, зафиксированы. Мы дальше двинемся. Так. Вопрос, Камил, к тебе. Первый от меня будет, потом я дам слово нашим абитуриентам. Первый вопрос, расскажи, пожалуйста, максимально коротко. Почему ты выбрала Китай как страну для своего обучения? Ну, потому что, если сравнивать образование Китая и России, я считаю, что китайское намного лучше. В принципе, азиатское образование лучше. И, учитывая экономическое положение Китая, логично, что я выбрала именно Китай. И доступность. Доступность, самое важное. Я понял. Здорово, спасибо, что поделилась. Артем, включи, пожалуйста, звук. Я вижу, что он у тебя сейчас выключен. Включи звук. И поделись, пожалуйста, почему ты выбрал Китай как страну для своего обучения. Миш, меня слышно? Артем? Алло. Да, Артем. На самом деле, да-да-да, говори. Достаточно много, по которым выбрал, в первую очередь, это, ну, как и сказала Камила, это доступность и качество. По соотношению цены и качества, это наилучшее, что сейчас, ну, с моей точки зрения, это наилучшее, что присутствует вообще. Можно именно учиться в Китае, но это уже не так уж и далеко, относительно там других стран с таким же высококлассом образования. Понял. Спасибо, Артем. Лев, да, спасибо. Лев, поделись ты, почему ты выбрал Китай? Сейчас слышно меня? Да, Лев, тебя слышно, ура, говори. Ну, я выбрал Китай, потому что были большие перспективы поступать именно туда, во-первых, из-за языка, что язык востребован китайский, а во-вторых, электронная коммерция развита больше всего именно в Китае, а пока что больше не знаю других стран, в которых это направление развито лучше, и просто нравится страна сама, летом там был, очень понравилось. Здорово. Лев, а ты знаешь, какое место по высоте в мире занимает Шанхайская башня? Первое. Нет, не знаю. А ты бы как ответил? Ты не участвуешь в первое, но, к сожалению, вопрос с подвохом, поэтому нет, я всем сообщу. Второе место. Спасибо, что поделились про свой выбор. Мы пойдем дальше, следующим блоком у нас будет... Мы сейчас поговорим про быт и жизнь студентов в Китае. Сначала тоже короткие вопросы из нашей викторины. Все приготовьтесь, кто участвует, готовьтесь, отвечайте. Итак, четвертый вопрос. Что из этого не кампус китайского вуза? То есть здесь четыре фотографии. Одна из них, ну, одна из них это не кампус китайского вуза, три остальных это кампус китайского вуза. Напишите цифру, какая из них не кампус китайского вуза. Интересно, что напишет. Так, чат, 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 пошел. Так, кто-то что-то пишет. Лев, давай, раз мы с тобой до этого сейчас говорим, если ты видишь сейчас эти картинки, как ты думаешь, что из этого не кампус китайского вуза, как ты считаешь. Возможно, второе не кампус или третье. Да, да. Ты абсолютно прав, я покажу правильный ответ. Да, второе это не кампус китайского вуза. Первое, третье, четвертое это кампусы вузов, которые входят в CCN, в которых можно учиться, можно проходить языковую подготовку или потом дальше учиться после AFP. Вообще, кто не знает, поделюсь, что кампус вуза – это целый город. Но там много всего внутри есть, и кафешки, и библиотеки, и общежития, и парки целые. Вот как вы видите, например, на третьей картинке, на первой. Ну, думаю, дальше поделимся всем членом. Так, и сейчас, секундочку, секундочку. Еще один вопрос, а потом переходим к вопросам к Камиле. На чем передвигаются студенты в китайских вузах? Пятый вопрос. Несколько правильных ответов. Здесь несколько, не один правильный ответ. Перечислите все. Вы получите балл, только если правильно перечислите все правильные ответы. У вас есть 30 секунд, но, естественно, баллы получают первые ответившие. Камила, у меня пока что к тебе вопрос. На чем, не надо перечислять все возможности, на чем обычно ты передвигаешься от общежития к своему учебному корпусу? Ну, на самом деле у нас-то всего минут пять пешком, так что в основном мы это идем пешком. Но если так говорить, то студенты очень часто у нас передвигаются именно на мопедах. Да, такая небольшая подсказка всем, кто смотрит. Хорошо. Мопеды. Ну, здорово, здорово. Я просто знаю, что некоторые ребята у нас живут и подальше, да, они вообще передвигаются по-разному. Ну, что, так, у нас буквально чуть еще ответы я принимаю и показываю правильный ответ. Так, один, четыре, два, один, два, три, четыре. Ну, я думаю, что достаточно время уже прошло. Правильный ответ, что, ну, по крайней мере, вот велосипеды, мопеды и автобусы я точно лично видел, и не только я, там мои коллеги, наши студенты видели в кампусах, очень любят и китайские студенты, и иностранные студенты в Китае, особенно велосипеды и мопеды. Но в некоторых, в некоторых кампусах, прямо внутри спид городка, есть целые автобусы, которые возят, потому что территория большая. Такси, внутреннего такси, я не видел и не слышал о таком, но, насколько я знаю, мы знаем, этого нет. Ну, и троллейбусы тоже как-то не прокладывают, там, эти электропровода, да, чтобы троллейбусы проходили. Вот. Ну что, давайте перейдем к самому интересному, к вопросам от наших абитуриентов к нашей студентке Камиле. Артем, давай начнем с тебя, задавай свой первый вопрос, касаемый быта и жизни, касаемо быта и жизни студента в Китае и так далее. Давай. Что им больше всего меня интересует? Конечно, кажется, самый для тебя важный вопрос. Как сильно вовсе отличается менталитет в той стране, которая поедет в большей силой знаний, и насколько тяжело адаптироваться к стихическому человеку? Я поняла вопрос. На самом деле, менталитет довольно сильно отличается, но он не мешает жить, потому что китайцы, они толерантны ко всему, они, как бы это объяснить, ну, то есть их менталитет, он не мешает жить, с ним можно спокойно вот здесь находиться. Естественно, здесь коммунистическая страна, поэтому все уважают чужие желания, или чужой менталитет, или чужие обычаи. Тут как бы нет такого, что это прям как-то мешало. Так что мы особо и не привыкали, мы здесь вот как приехали, так и сразу начали спокойно жить. Понятно. Спасибо, Камила, что поделилась. Я от себя еще чуть-чуть добавлю, что действительно у китайцев есть своеобразные разные вещи, и к ним нужно быть готовыми, в том плане, что это чужой монастырь, и некоторые вещи вам могут показаться очень странными, но не бегите судить слишком быстро об этом всем, потому что, может быть, здесь есть что-то более глубокое, чем вы подумали сначала. Лев, давай теперь твой вопрос. Тоже насчет проживания в общежитии, да? Ну, проживания, да, быта, вот все, что из этой стихии. Ну, какие условия жизни в общежитии? Есть ли вероятность того, что они будут какими-то недовольтворяющими, плохими, что в этой ситуации делать? Ну, вообще, именно в Харпинской Союзной Технологии есть три общежития. Понарастающие старые, ну, средние и очень новые. Прям вот только недавно новые здания построили. В основном, ребята из CCN, их поселяют именно вот в это среднее общежитие, и оно очень удобное, оно достаточно хорошее, с планировкой тоже все отлично. Мебель можно передвигать по своему усмотрению, это как бы, вот. Что касается именно быта, бытовых условий, ну, тут, если говорить честно, то как повезет, потому что, ну, например, у нас, у соседок, бывая ситуация, у них постоянно отваливалась ручка от двери, вместе с замком, вот все время откручивалась, откручивалась, нам все время ее закручивали. В итоге, через какое-то время, ее пришли, наконец-то, закрутили на три болта, все хорошо. В принципе, все проблемы решаются, если подходить, если говорить. Иногда, конечно, с шоколадками это работает, вот, как обычно, взятки с шоколадками. Вот. Но общежитие, оно все-таки общежитие, это не отель, здесь надо, как бы, наводить чистоту, порядок, это все самим, тут никто делать не будет, это за других, естественно, вот. Не знаю, вроде это все. Камила, спасибо, что поделилась. Да, я добавлю от себя, что у нас есть такой опыт с прошлого года, когда одна из таких больших сложностей было отсутствие матрасов в одном из вузов, куда приехали наши ребята, то есть они там были, но были очень жесткие, но сначала действительно это вызвало у некоторых, не у всех, но у некоторых это вызвало шок, но пошли, купили, обуютили, обустроили, сейчас гордятся, им очень нравится, где они живут, вернее, гордились, потому что они уже выпустились с IFP, пошел новый поток. Да, ну что, давайте еще по этой теме, еще вопрос, давай, Лев, также твой вопрос, а потом мы Артему дадим слово. Ну, на счет... Есть у тебя еще вопросы, да, по быту и по жизни в Китае. Ну, именно насчет проживания нет вопросов вроде, может только единственное, а как выбирают тебе твоего седа по комнате, можно ли как-то договориться с кем-то, допустим, если познакомился, чтобы вместе поселили, и меняются ли твои седи по комнате, по семестрам, или каждый год комнаты, точно так же меняются, или все остается на продолжительный период. Вот, когда мы приехали, я помню, нас начали расселять, и нас спрашивали, не хотели ли мы с кем-то вместе, например, из наших. И мы вот так кучковались, кто по блокам, кто по комнатам, и нам повезло, что именно были пустые блоки, в которые мы заселились. Вот я сейчас живу со всеми девочками, которые приехали сюда, но, естественно, можно менять блоки, если есть свободное место, это без проблем. Если бы вы поселились, допустим, не с русскими, не с нашими, а с кореянками, тайцами, то, естественно, они могли бы меняться в течение года. Они уезжают, приезжают другие. Но что касается, вот точно я знаю, что на год именно эта комната, если вы хотите, она закрепляется как бы за вами, но чтобы на следующий год получить эту же комнату, там нужно подходить на стойку и именно вот платить за то, чтобы комната была за вами, ваше место. Именно это. Спасибо, что поделилась. Артем, есть ли у тебя еще вопросы касаемо жизни в Китае, быта студенческого и так далее? У меня есть вопрос по рациону, да, по общежитию, по самому Китаю. И этот вопрос заключается в пище, поскольку она для меня важна. Как сильно вот рацион моего питания, если я туда перееду и смогу ли я достать привычные для себя продукты, такие как молоко, сыр, много овощей, фруктов и методов. В плане этого и насколько будет отличаться именно по ценовой в цене они будут, сильно ли они будут. Вот, если говорить честно, то я уже скучаю по блинам, по нормальным блинам, а не по тем, которые делают здесь, потому что здесь делать не блины, если честно. Но на самом деле, вот тут уж как вы привыкли жить в России, например, вы едите хлеб, вы едите гречку, если вы к ней привыкли, колбаса. Всего этого здесь можно найти, можно найти, например, именно в Харбине, на Арбате, на Харбинском Арбате можно найти в русском магазине всю эту еду, но она будет значительно дороже. Например, хлеб, хлеб, нормальный русский хлеб мы видели за 500 рублей. Если в них рублей переводить, это 500 рублей. Вот. Что касается еды, то она здесь нормальная, здесь просто каждый найдет себе по душе какое-нибудь то, что ему понравится, и она сравнительно дешевая. На самом деле, можно поесть примерно от 60, ну, где-то до 180 рублей спокойно можно наесть, даже останется еще, потому что порции большие, и все это, ну, вкусно, и выбора очень много, потому что в Китае этот культ еды, просто вот, если выйти даже за кампус, там улицы не магазинов, а именно куча миллионов кафешек всяких разных, и там везде цены, они вот такие низкие. Я тут дополню то, чем Камила это делась, да, там, из моего опыта, коллег, да, когда мы ездили в Китай, тоже, конечно, достаточно быстро начинаешь скучать по российской еде, хотя есть интересные блюда и в Китае, различные там, особенно, ну, мы в Шанхае больше были, там есть какие-то креветки, морепродукты и прочее, пельмешки китайские с разными начинками, с очень разными, это все достаточно вкусно, но начинаешь скучать, я поделюсь лайфхаком, про который мы, к сожалению, узнали к концу поездки только, можно попробовать найти мусульманскую столовую или мусульманское какое-то кафе, заведение, они в Китае достаточно часто встречаются, и там можно найти еду, которая более нам привычна, не блины, к сожалению, но какой-то может быть лаваш, какие-то мясные блюда или плов, или в целом чуть более похожее на то, к чему мы привыкли, поэтому это тоже как один из вариантов, да, так многие, вот как Камила подъедет, покупают, еще в магазинах покупают, да, есть вопросы из чата, я их озвучу некоторые, вот вопрос задавала Яна, как ученики CCN и ASP связываются с родителями, помимо интернета, Камил, можешь ответить, ты как-то помимо интернета связываешься с родителями? Да, у меня, у меня родители на сим-карту подключают определенный тариф, именно заграничный, мне МТС, вот, и мы иногда созваниваемся именно вот по телефону, не по интернету, а так, других вариантов, я не знаю, только если по почте письма писать, будет очень романтично, мне кажется, из Китая отправить открытку куда-то в Россию, как пересчитать деньги, видимо, в Китае имеется в виду, как пересчитать деньги, чтобы комиссия была минимальной, и какую карту какого банка открыть? можно что-то прокомментировать? да, 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 я использую карту банка Райфайзен, потому что это как бы не совсем российский банк, и у него, когда снимают с доллара, с долларов, когда переводят с долларов, там, в банку в Чайну, или в ICBC, это китайские банки, то проценты просто очень маленькие, они почти и не чувствуются, грубо говоря. Сбербанковская, Газпромовская карты лично мне не нравятся, потому что проценты огромные, на самом деле. Вот именно Райфайзен, долларовая, евровая тоже ничего, но вот именно долларовая, она в минимальной потере. Понятно, понятно, спасибо. Есть несколько вопросов сразу про подработку подрабатываешь ли ты помимо учебы, есть ли у тебя кто-то из твоих одногруппников, или еще кто-то в университете, кого-то видишь, что ты из иностранных студентов, что они подрабатывают? На самом деле, вот как говорили, и встат будут говорить, лучше не рисковать, лучше студентам не соваться в эту подработку, потому что если поймают, это все, депортация, это достаточно опасно, но несмотря на это, здесь все равно работают люди, я не подрабатываю конкретно в Китае, я работаю на российскую компанию, получаю какие-то там деньги в месяц, вот, и это в принципе легально, это не грозит на депортации, но в Китае лучше не подрабатывать, лучше вот просто не рисковать, я думаю. Я от себя добавлю от нашей компании, что мы на самом деле не рекомендуем, особенно в первый год подрабатывать, во-первых, действительно есть риск депортации, хотя, вроде как там, а наши студенты пока такого не было, по тем, пока мы знаем, что подрабатывали, но мы не рекомендуем, больше даже потому, что в первый год очень важно глубоко выучить китайский язык, и по максимуму погрузиться именно в учебу, чтобы дальше по итогам АСП получить грант, потому что иначе можно подработать, но не получить собственно, то или чего вы туда поехали, это будет обидно. Да, так, сейчас я посмотрю, еще какие вопросы тут есть, есть от наших зрителей, слушателей. Так, ну я думаю, что пока с вопросами с чата погодим, да, двинемся дальше, сейчас будет несколько вопросов, также квиз с тестом, да, на приз наш, будьте готовы отвечать. Итак, кстати, вот про то, что про что спрашивал Артем, про еду, что из этого, из этих блюд встречается редко на столах в Шанхае? Креветки, пельмени, молоко и хот-под. Не все знают, что такое хот-под, я по ходу расскажу. Хот-под это очень интересное блюдо. Кстати, Камила, ты пробовала хот-под уже? У тебя был такой опыт или еще нет? Да, да, был, мы проход под с говядиной, это было в корейском ресторане, как ни странно, и он очень большой, человек на пять хватит, спокойно. Как тебе само это представление, это шоу, когда при тебе кидает это все, варится, прям сразу? Ну, это как, если дома сидеть и просто суп варить, в столе. Конечно, странно, но это тоже интересно. Кстати, это блюдо называют семейным блюдом в Китае, да, то есть, семьи зимой собираются, да, и такой большой чан, большая семья, и вот они кидают, то есть, в этом чане что-то, я погружу немножко наших слушателей, которые не так знакомы с этим, там кипит сразу как бульон со специями, с какими-то травами, по-разному они готовятся, вот и в корейской кухне такое есть, и в китайских кухнях такое есть, туда прям при вас кидают мясо, рыбу, грибы, лапшу, еще что-то, и это прям при вас быстро очень готовится, вы сразу это едите, вам кидают, вы едите и так далее, но достаточно интересно, непривычно, попробовать точно стоит. Так, ну что, закончили принимать ответы, и да, там был вопрос основного внимательности, редко встречается молоко, молоко, к сожалению, в Китае, вообще молочные продукты достаточно редко встречаются, можно купить, если в троийское молоко, но вот почему-то это достаточно такая редкость, не очень дешево. Следующий вопрос, что из этого точно не входит в популярные привычки китайцев, популярные, я сейчас акцент сделаю, чтобы вы понимали, это именно то, что прям вот очень-очень распространено, прям в городах видно, и так далее, первый вариант, все оплачивают все с QR-кодов, телефонами, даже уличным музыкантам и торговцам на рынке, второе, китаянки не любят загорать, третье, ежедневное соблюдение буддийских ритуалов, четвертое, постоянно пьют кипяченую воду, пятое, велосипеды и байки, здесь почти, здесь есть почти в каждой семье, и шестое, старички на спорте, пожилые люди занимаются спортом прямо на улицах городов. У нас пошли ответы, сейчас посмотрим, как у нас там чат, чат полнится разными ответами, да, там много-много же вариантов, Камила, поделись, что из этого ты наблюдала, я тебя не спрашиваю, правильный ответ, но что из этого ты наблюдала в Китае, что тебе кажется, что ты считаешь, что это распространено? Вот точно распространено, вот эта оплата по QR-кодам, изучать везде абсолютно, иногда даже вот есть места, в которых наличку просто не принимают и просят именно плачивать по ВИЧАТу. Точно то, что постоянно пьют кипяченую воду, это известный факт, потому что даже если в больницу, например, придет студент, у него там что-то будет болеть, скорее всего, ему скажут, ты больше горячей воды, кипяченой горячей воды. Велосипеды и байки в каждой семье, скорее всего, да, потому что мы выходим на улицу, и там вот не машин, на самом деле, водимопедов, велосипедов, их больше, чем машин, несколько раз. В основном, на этом они действуют. И старички на спорте, мы очень часто по утрам видим, как пожилые люди занимаются спортом на стадионе. Это достаточно странно, но каждый день, сколько они в 5 утра стоят, в 6 утра стоят, занимаются спортом. Да, мы тоже видели в Шанхае, прямо на одной из центральных улиц, они делают какую-то гимнастику, или это, как сказать, какие-то упражнения китайские. Такие. Ну что, время вышло, правильный ответ, наверное, надеюсь, зафиксировали. Правильный ответ, наверное, будет неожиданным для многих, но правильный ответ – номер 3, ежедневное соблюдение буддийских ритуалов. Потому что, смотря на то, что буддизм распространен в Китае, далеко не так сильно, как можно подумать со стороны, потому что все-таки это долго было прям совсем… Сейчас коммунистическая страна, но раньше это было прям совсем сильно коммунистическая страна, так скажу, и очень много там людей, которые атеистичных взглядов придерживаются, или же какие-то более древние вещи, типа конфуцианство больше, им ближе, до расизма, буддизм – не каждый китаец, не каждый китаец – буддист. Кстати, ты уже видела какие-то храмы буддистские в Китае? Может, посещала? Да, да. Я не была внутри храма, но я видела снаружи. В Харбинь есть один, точно, он находится достаточно близко к центру города, и мы ездили. Это вот прям настоящий, очень красивый буддистский храм. Вот прям передает культуру Китая. Это, ну, стоит того, чтобы туда поехать. Супер. Я еще прокомментирую, что вот QR-коды – это, конечно, для меня был показатель, насколько Китай технологический рывок совершил, потому что действительно с бумажками не везде пройдешь, мы попросили своих китайских коллег нам помочь платить, потому что мы не заводили WeChat на это время. не делали. Так, ну, что, если есть еще какие-то вопросы по, именно по быту, по жизни в Китае, я могу дать слово кому-нибудь, Артем, Лев. Есть еще вопросы именно по быту? Нет, у меня отсутствует проблема. Видимо. Нету. Хорошо, но давайте тогда дальше двинемся сразу к следующему блоку про изучение китайского языка, про программу FPCN и начнем мы тоже тогда еще с ряда вопросов. Восьмой вопрос. Он будет про угадывание иероглифов по ключам, из которых он состоит. То есть каждый иероглиф в Китае состоит из каких-то ключей, из одного или более ключей, там эти ключи несут какие-то смыслы и являются, ну, дают возможность иногда догадаться по ассоциациям, по пониманию ключей, что это значит. Вот, например, есть иероглиф женщина и есть иероглиф крыша дома. И, соответственно, если крыша, ну, ключ крыша сверху, а женщина под ним, то есть женщина под крышей, то есть женщина дома равно безопасность. То есть значение этого иероглифа такого составного спокойствия. Либо второй вариант, ну, он такой юмористический, да, но действительно правда. Так, тоже иероглиф женщина, если два этих, два ключа этих женщин идут вместе в одном иероглифе, то это по-китайски значит ругаться, скандалить. Я не буду это комментировать, с точки зрения согласен я с этим или нет. Надеюсь, что все девушки и женщины, которые меня сейчас слышат, поймут, что это просто шумно. Это не шутка, это правда такой иероглиф, да, но это просто отклик патриархального старого Китая, потому что тогда все эти иероглифы создавались. Вот как это делается, сейчас вам нужно будет догадаться о том, что значит один из иероглифов по его ключам. И вот, смотрите, у нас есть ключ сердца, а есть ключ ворота дверь. И вот ключ сердца, он находится как бы внутри этих ворот дверей, да, есть четыре варианта, первый тоскливый, второй веселый, третий родина, четвертый грудная клетка. Как вы думаете, что значит этот иероглиф? А я могу догадки договорить или нет? Правильный. А я спрошу тебя, Артем, чуть попозже, когда, да, закончат, когда закончат писать наши ребята, когда время выйдет, думаю, что в принципе здесь так или иначе. Так, пишут, пишут. Элина, напиши, пожалуйста, закончилось ли у нас время или нет. Наверное, я попрошу тебя отписываться, когда время закончилось, чтобы, чтобы я не... Ага, все. Да, если сейчас-то коллега моя Элина написала, время стекло. Артем, давай, какой ты предполагаешь вариант ответа? Четыре. Давайте еще послушаем, кто что скажет. Я знаю, что, скорее всего, Камила не проходила еще это слово, еще рано. Камила, как ты думаешь, что значит этот составной иероговщик? Ну, на самом деле, я раньше учила китайский, я знаю это слово. Это слово... Я могу сказать, да? Да, давай, давай. Это унылый, тоскливый, скучающий. Да, 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 да. То есть, это правильный ответ. Такие китайцы немножко поэтичные люди, на мой взгляд. То есть, как бы сердце, как мне объясняли мои коллеги-китаисты, сердце как бы прищемлено дверью, его как бы защемила дверь, и от этого тоска на сердце, от этого... Это слово тоскливый, первое слово. Спасибо всем, кто отвечал. Тоскливый. Еще один вопрос, потом перейдем к вопросам от наших участников. Девятый вопрос. Что не входит в программу IPCN? Программа, которая готовит вас по китайскому языку, готовит вас к поступлению в ВУЗ. Что не входит? Здесь есть пять пунктов. Какой-то один из них, один, не входит. Изучение профильных предметов на китайском языке. Поступление в ВУЗ по баллам IPCN. Третий, это бытовой китайский язык. Четвертый, это бесплатный перелет в Китай. Пятый, это возможность получить грант на обучение по специальности. Как вы думаете, что из этого не входит в нашу программу International Foundation Program? Пока вы отвечаете, я коротко расскажу, поделюсь ссылочкой в чате на описание нашей программы. может быть, еще не все смотрели. А, вот уже закончены. Давайте теперь мы в прошлый раз Льву не дали слова. Лев, как ты думаешь, что из этого не входит в IPCN? Ты уже практически, практически студенты уже выбрал эту программу, уже все у тебя будет. Как ты думаешь, что не входит? Артем, давай. Лев, не получилось, Артем, как ты думаешь, да, бесплатный период не входит, программа и сама платная, да, то есть первый год все-таки требует определенных вложений для вас, чтобы вы выучили язык, чтобы вы дальше уже могли поступать на грант и так далее. Я отправил в чате ссылочку, там есть подробности все по программе. Эта программа разработана нашим консорциям совместно с вузами нашими, для того, чтобы ребята из разных стран, в том числе из России могли эффективно подготовиться не только к поступлению, но и к дальнейшему обучению в Китае на китайском языке, по предметам, по техническим предметам, по бизнесовым предметам, по гуманитарным, по разным. Вот. И здесь, здесь, здесь как бы включены и подготовка вас по бытовому языку и подготовка по предметам, выучите прям на китайском предметах, в конце этого, вот, у Камилла этого еще нет, это будет во втором семестре, это будет Камилл, у тебя, наверное, достаточно сложный этап, да, но важный, потому что лучше, чтобы, как говорится, тяжело в учении, легко в бою, лучше, чтобы вы на АСП к тому всему подготовились, и потом уже в самом ВУЗе, чтобы вы были готовы и понимали ваших лекторов, действительно могли учиться. Ну и, конечно же, те, кто выучился в АСП, по баллам, по выпускным баллам АСП, поступает в один из наших ВУЗов на грантовые программы. подробности того, как идет поступление, вы можете узнать либо по ссылке, либо в консультации, оставьте заявку на консультацию. Да, ну что, давайте теперь вопросы. Лев, ты к нам вернулся, мне кажется, да, твои вопросы, касаемо изучения языка, касаемо программы АСП, к Камиле. Касаемо изучения языка, самый главный вопрос, наверное, это по нагрузке. Какая она в первое время? Очень высокая или, в принципе, можно выдержать, привыкнуть? На самом деле, все это зависит от человека, но нагрузка, она действительно большая. По сравнению с ребятами, которые поехали на обычный языковый год, у АСП действительно нагрузка, она такая весомая, в день очень примерно по 20-30 иероглифов. Ну, вначале, конечно, не так много, но вот сейчас примерно так и идет. Но вот каждый день допозднать делаем домашнюю домашку, но тут не всегда зависит от того, нагрузка, не нагрузка, в основном все зависит от того, насколько быстро может человек учить иероглифы. Каждый должен для себя придумать свою методику, чтобы ему было это просто, чтобы ему это было не в тяжесть, а наоборот нравилось. Отвечаю на вопрос. Нагрузка, да, она большая, она есть, но где без этого? Это потом это все оправдывается тем, что вот знания китайского действительно высокие. Спасибо, Камил. Лев, у тебя есть еще вопросы именно по поводу языка, по поводу АФП? Ну, вот что насчет самоорганизации, у тебя были какие-то проблемы, но это вопрос Камиле, какие могут возникнуть проблемы, может, из-за адаптации в стране и все остальное? Честно говоря, если говорить именно о проблемах, то установок не было, потому что Тесьяна, она все время помогала со сбором документов, с их отправкой, получением, вот именно документы, это была самая важная часть, что касается еды, проживания. Единственное проживание, не всегда можете предугадать, какого вам достанется соседа или соседка. Это вот единственная проблема, которая может быть и все. Касаемо всего остального, все это как бы наживает и все это очень просто, адаптация, это все, я думаю, несложно. Единственное, холод в Харбине, очень холодно. В Харбине уже сейчас бывает 0, минус 1, это еще и влажный воздух, поэтому вот это единственное, наверное, к чему нужно адаптироваться. Харбина достаточно северный город, там климат похож на вот казанский, на мой взгляд, тоже уже холодно. Но я хочу немножко дополнить, что мы просто знаем по тем студентам, которые учились в прошлом году, поставили в позапрошлом, по поводу самоорганизации, друзья, я тоже был студентом, звучит так странно, на самом деле, мне кажется, это не так давно было, но вот я был студентом, был первокурсником, я прекрасно помню, как мне, но я не вкидаю сейчас в России, но все равно, как все равно хочется, вырвавшись из-под родительской опеки, хочется немного гульнуть, я так скажу, немного как-то показать себя, посмотреть жизнь, тем более в другой стране, здесь очень важно, чтобы вы себя уже, как взрослые люди, вы себя немножко держали в руках, потому что, понятно, хочется, и это можно как-то успевать, погулять и посмотреть город, в котором вы будете, так далее, но это должно быть ни в коем случае не в ущерб учебе, потому что, если вы китайский язык забросите, да, на какое-то время, то потом догнать очень сложно, вот это сразу, то есть нужно заниматься с самого начала полностью, если есть свободное время, да, отдыхаете, может, нужно какое-то поехать, посмотреть что-то, отдохнуть, с кем-то познакомиться, пообщаться, нет времени, ну, значит, лучше сейчас сосредоточиться на учебе, еще успейте, да, еще, когда вас там и каникулы будут, и все у вас будет, вот мой, так, моя, такая рекомендация для вас, да, давайте дадим слово Артему, Артем, какие у тебя есть вопросы, касаемо, IFP, касаемо изучения китайского языка к Камиле, Артем, да, 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 насколько его трудно учить, знаю только английский, за сколько, примерно часов, можешь выучить на разговорном уровне, я не говорю о том, чтобы писать какие-то там доклады, рефераты, а просто, чтобы тебя могли понимать, если ты его абсолютно не знаешь, то есть, прям, ты ноль китайском, ты модельно учим, за какой период времени, если я буду усиленно заниматься, то есть, и по учебным, и по учебным программам, и еще проявлять нестиг, и сам учить, за какой период времени, чтобы обладать на третьем уровне разговором китайский язык с русским, китайский намного легче, на самом деле, сложности китайского в том, что он простой, да, иероглифы, это надо учить, и все такое, но вот, ты вопрос был про разговорный, именно, вот сейчас прошло сколько, всего полтора месяца, мы уже можем изъясняться на такие бытовые темы, как еда, какие-то дела, касаемые общежития, касаемые блока, да, мы говорим очень плохо, но мы можем, в принципе, объяснить то, что нам нужно, где-то через три месяца после начала обучения, если человек вообще ничего не знает, то он уже может фактически спокойно говорить на такие более популярные темы, которые ему нужны. Да, спасибо, Камила, что поделилась, у нас, кстати, большинство ребят поступают вообще без знания языка, так что, это все реально, но повторюсь, что нужно учиться, нужно не забрасывать, нужно учиться и так далее. Да, здесь еще были вопросы в чате, вопросы в чате, сейчас, обязательно ли знание китайского языка, но на это уже ответили, а был вопрос, который скорее про быт, мы его не осветили, но мне кажется, он важный, сколько денег нужно студентам в месяц в Китае при условии бережного отношения к деньгам? так, ну, конкретно, если говорить про мой город, про Харбин, то здесь, в принципе, 15-20 и здесь, это нормально, это прям средний вариант, ни много, ни мало, что касается Шанхая и Пекина, это достаточно дорогие города, там нужно где-то 30 тысяч рублей в месяц, чтобы нормально прожить, без особых затрат и при этом не ограничивая особо сильно себя. Ну да, и меня совпадает впечатление, если, ну, то есть, как бы, поэтому, если задаться целью, можно питаться только в студенческих столовых, там можно питаться и в Шанхае не очень дорого, но это, конечно, тяжело и не стоит на это сильно рассчитывать и так далее. Сколько стоит первый год обучения по этой программе и как получить крант? Сейчас, Артем, я дам тебе слово сейчас, секундочку. Вопрос от Светланы, сколько стоит первый год обучения и как получить грант-про грант и поговорим. Первый год обучения стоит, само обучение стоит, в зависимости от программы, но оно стоит порядка 350 тысяч рублей в год, плюс еще есть расходы на проживание. Посмотрите по ссылке, которую я дал, там подробно все разложено. В колледж после 9 класса нельзя. Так, спрашивают про другие варианты поступления, но мы здесь говорим все-таки только про IFP, поэтому, извините, такие вопросы не для этого вебинара. Мы в целом про них тоже рассказываем, но не сейчас. Да, Артем, у тебя был вопрос еще какой-то, давай. Я слышал, Камила говорила про климат, конечно, достаточно холодный, там все время холодно, где есть какие-то оки, где там, я не знаю, и про смог. Я смотрел там влоги разные, типа говорят, что именно с экологией есть проблемы. Что удивительно в Харбине, что у нас очень удивительно. Камил, давай. Да, что у нас очень удивило в Харбине, нас всех, был какой-то период, да, он в принципе и сейчас, когда мы находимся на солнце, очень жарко, поэтому как только мы заходим в тесть, становится очень холодно, этот контраст вам действительно удивляет, но что касается погоды в целом, то вот холода начались, где-то вот, может, неделю назад, в основном, днем жарко, а вот в основном все время суток очень холодно, вот прям в зимней куртке выходил, многие выходят уже в зимних куртках, не знаем, что будем делать зимой. Вот так. Камила, ты напомнишь, из какого города, я не помню просто. А, нет. Из какого? Да, в России ты из какого? Или в Харбин, я из Москвы. А, из Москвы. Москва, Москва. Ну, а в сентябре, когда вы прилетали в Харбин, какая там была температура, как там было? Было очень, не то чтобы жарко, но скорее тепло, хорошо, прям идеальная погода. В основном, мы все делали уроки именно на улице, потому что погода была просто, очень такая хорошая, не холодно, не жарко, идеально. Да, ну, по климату я еще чуть прокомментирую, потому что Камила знает только про Харбин. Есть города, там, типа, Шанхай или Чжидзян, там, климат помягче, ну, то есть, там, такое, жаркое, душное лето, да, такое, южное, а зато, вот, сейчас, там, и в ноябре, декабре, вот, в Шанхае, в начале декабря, я ходил в легкой куртке осенней, а в Харбине, там, климат, ну, он больше похож, даже, вот, не на Москву, а на города, типа, не знаю, Екатеринбург, вот, там, Казань немного, Челябинск, где-чуть, вот, похолоднее, чем в Москве, да, зима, зима, как бы, чуть ближе приходит, но там есть, Камила еще познакомится с этим, там есть, конечно, лето, весна, то есть, там ярко выраженные сезоны, Камила, ну, и был вопрос про смог, достаточно животрепещущий вопрос, был ли в Харбине смог при тебе? Да, он, вот, 20 октября включили отопление, и тогда уже появился смог, и не так много, как, в принципе, в Пекине, в Пекине, наверное, побольше, здесь вот он, ну, терпимый, не особо чувствуется. Хорошо, спасибо, спасибо за ответ, да, поэтому, ну, как бы, я поделюсь тоже своему, потому что, нахай тоже бывает периодически смог, бывает чисто, небо по-разному, если у вас какие-то острые, легочные заболевания, там, прям, вот, острой форме, хронической, конечно, не стоит ехать, если же вы, в целом, здоровый человек, то никаких страшных противопоказаний нет. Ну что, давайте двинемся дальше, мы перейдем к вопросам, связанным с поступлением в ВУЗ после IFP, ну, давайте, как у нас предполагался еще спикер Алина, которая уже прошла эту историю, да, и поступала в ВУЗ после IFP, могла бы поделиться детальнее, но ее, к сожалению, сегодня не получилось подключить, поэтому на эти вопросы отвечу я, на общие вопросы, на общие вопросы связанные с IFP, с жизнью в Китае и так далее, ответит также Камила, да, на которую сможет ответить, поэтому я сейчас дам слово, тоже нашим гостям, Лев, давай тебе слово, какие у тебя еще есть вопросы, связанные с обучением в Китае, любые, на любую тему, в принципе можно задавать вопросы, что осталось? Ну, может ли быть вероятность потери гранта во время обучения на IFP? Бывало ли такое? Я предлагаю, Камил, ну, наверное, вопрос ко мне, да, по поводу вероятности потери гранта, конечно, ну, то есть, грант, это, в каком-то смысле его можно потерять, то есть, в каком смысле, если вы будете прогуливать, если вы будете учиться, ну, прям вот совсем отвратительно, да, то, конечно, можно грант потерять, потому что, ну, бус не захочет воспринимать, да, если вы будете учиться на двойке, но это логично, никто вас там не в России на бюджет не ждет на двойках, не тем более в Китае, но, и прогулы тоже самое, могут, не то, что грант потерять, могут просто отчислить, если будет большое количество прогулок, в Китае с этим достаточно строго, ну, и на мой взгляд, это хорошо, потому что надо выйдить и учиться, иначе надо учиться, касаемо других вариантов, но, Лев, я так думаю, что ты спрашиваешь про Косгран, да, про предварительный грант, который у тебя есть еще на этапе зачисления в России, ты его получил, я просто знаю историю льва, да, если ты выполнишь требования, там, я не помню, просто по твоему именно гранту, какие у тебя минимальные требования, если ты их выполняешь, то он тебе гарантирован, и он у тебя будет, то есть здесь, это наша ответственность как раз в этом, да, при этом, ну, вот, Лев и Артем, они идут по программе 101 Practice, там уже сразу грант на этапе поступления, да, проходит для них, и они идут по конкретной специальности, в конкретный вуз и так далее, у нас есть еще IFP стандарт, где вы идете сначала в IFP центр, а потом выбираете дальше вуз, там вы будете, у вас будет поступление в три вуза, где вы выбираете сначала самый приоритетный вуз, потом менее-менее приоритетный, в зависимости от ваших баллов, вам вуз предложат, там, тот или иной вид гранта, я могу сказать так, что из тех, кто, там, доучился и пришел на экзамены, 85% получили полный грант и выше, то есть, полный, что имеется в виду, то есть полностью бесплатное обучение и выше, то есть кто-то получил полностью бесплатное обучение плюс проживание, кто-то получил, там, еще стипендию, некоторые, кстати, целенаправленно, но вот немножко не дотянули, не доучились на полный грант в том вузе, куда они прям хотели, и они поэтому пошли на частичный грант на 50% скидку, но для них был важен конкретный вуз, то есть там все достаточно кипко и все очень сильно зависит от вас, если вы, я так скажу, если вы нацелены именно на грант, и при этом вы не прогуливаете, вы учитесь твердо и так далее, вы его получите, мы так что для этого работаем, если вы как-то по-другому себя будете учиться, ну, тут уж это ваша ответственность по взрослой жизни уже. Да, давайте теперь Артема послушаем. Артем, какие у тебя еще остались вопросы? Да, на самом деле, по трансляции я понял. Все, что меня я узнал, особых вопросов нету, хотя сейчас в голову пришел один вопрос, вот, допустим, если меня заинтересует страна, и я, конечно, меня заинтересует, и я захочу путешествовать, то будет ли у меня на это время, и как затрат на это план финансовый. Камила, вот как ты рассчитываешь, ты планируешь путешествовать на каникулах и так далее? Ну, я немножко пропустила момент с каникулами осенними, которые действительно можно было бы выехать, попутешествовать. Вот, что самое важное, это февральские каникулы, где мы свободен целый февраль, вот там действительно можно поехать, может быть, да, не только по Китаю поездить, но и другую страну, ближайших странах. Насколько я знаю, есть еще и весенние каникулы, тоже недели для себя, в это время тоже, в это время тоже можно запранировать и куда-нибудь съездить, недалеко, в небольшой город. Да, спасибо. Ответ, ну, то есть, естественно, я тут дополню немного, из Китая можно путешествовать, наверное, вначале это будет для вас сложно, да, в самые первые месяцы, но потом, когда вы много освоитесь, уже поучитесь, язык выучите, да, можно путешествовать не только по Китаю, можно побывать, например, на Тайване, у нас некоторые коллеги там были и говорят, очень интересный остров, прям некоторые влюблены в него, можно отправиться в Гонконг, это часть Китая, но это тоже такой отдельный город, своеобразный, ну, и вся Азия вам также доступна, естественно, становится для вас ближе, Таиланд, Индонезия, Корея, Япония, это уже, ну, от ваших желаний, там, ну, там, конечно, возможности семьи, это все зависит. Так, давайте сейчас еще несколько вопросов на квиз, и мы будем двигаться уже к завершению, у нас еще вопросик для наших участников конкурса. Десятый вопрос, что учитывается при расчете рейтинга вуза? Несколько ответов, перечислите все правильные. Первый пункт, это количество иностранных студентов, второй пункт, это трудоустройство выпускников вуза, третий, это цитирование Мао Цзэдуна для китайских вузов, четвертый, это индекс цитирования научных публикаций, и пятый, наличие кондиционеров в общежитии. В общем, есть рейтинги, есть внутренние китайские рейтинги вузов, есть международные рейтинги, и вузы, так или иначе, там, они туда входят, кто-то на позициях повыше, кто-то пониже, вот что, на ваш взгляд, туда входит, подумайте, а я вам порекомендую на эти рейтинги вообще обращать внимание, свяжите свою жизнь вы с Китаем или нет, это достаточно важно и помогает выбирать вузы, хотя мало кто их смотрит, мало кто их знает, можете у нас посмотреть на YouTube-канале, например, там есть видео про разные рейтинги и так далее, есть сайт информация и так далее. Вот Харбинский политехнический вузов, он очень силен в том, что касается IT, технологий, да, вот он хорошие места занимает специализированных рейтингов, сейчас не помню точно, и места. Так, ну что, ага, вот время и стекло, да, давайте посмотрим правильные ответы, и, конечно же, ну, конечно, цедирование Маузу не входит, ну, нет, уже не те времена не входит, это в рейтинге, это не важно для вуза, вот, и наличие кондиционера в общежитии тоже может быть зря, да, но вот именно этот пункт не считается в рейтингах, важно все-таки в рейтингах то, что касается, сколько вуз качественно учит, сколько там, то есть, иностранных студентов, это в том числе показатель, насколько вуз привлекателен для аудитории, как они потом трудоустраиваются, и как часто вуз цитируют в плане научных публикаций, это одни из основных параметров для рейтингов, это показатель, собственно, качества обучения. Я вам, кстати, скажу, что есть вузы достаточно сильные в Китае с точки зрения обучения, но при этом, к сожалению, они не очень хорошие общаги, вот такое бывает тоже, поэтому это не прям взаимосвязано. Так, ну что, я попрошу мою коллегу Элину посчитать, кто у нас победитель, посчитать баллы и прислать это мне отдельно в скайпе, я жду тогда. Напоминаю, что победителю нужно будет написать свои контакты здесь и сейчас, на вебинаре, чтобы успеть, чтобы мы знали, как с вами связаться. Поэтому подождите просто немного, пока мы ответим. Вот, кстати, Камила отдала свою ссылочку, да, Камила, спасибо, что ты уже, я вижу, ты в комментариях, пока я что-то рассказываю, да, или вопросы задаю, ты уже тут отвечаешь. Здорово. Да, Элин, жду от тебя тогда сообщения, давайте пойдем по вопросам, задам несколько вопросов, которые были от зрителей. Был вопрос про китайских провайдеров, интернет-провайдер, вообще про интернет. Камила, поделись, пожалуйста, как вот у тебя с китайским интернетом, каким провайдером ты пользуешься, сколько там, отварительных и так далее. Я пользуюсь чайной Unicom, это один из самых распространенных провайдеров здесь. У них достаточно выгодный тариф, например, я не помню, сколько точно мы платили, кажется, 150 юаней в месяц, и при этом 90 гигабайт интернета в кампусе, 10 гигабайт интернета вне кампуса, и 1200 минут, это в месяц. Это достаточно выгодно, и плюс в Китае, насколько мне известно, нет такого, что взимается дополнительная плата при разговоре между провайдерами или при разговоре между людьми, которые находятся в разных городах. Спасибо. Я еще добавлю, что под каждую провинцию стоит выбирать своего провайдера, они могут быть по-разному, в разных провинциях, разные провайдеры, скажем так, сильные, поэтому обращайте на это внимание, именно в какую провинцию вы едете, в какой город вы едете. Да. Так, сейчас еще посмотрим вопросы, про провайдеров ответили. Какова роль аттестата при поступлении? Камила, вот у тебя как аттестат сыграл при поступлении? На самом деле он не особо сыграл, в основном у меня играли роль имена цинги 10 класса, средний балл считался по ним, но аттестат, естественно, также имеет значение. однако, насколько я помню, я прислала имена цинги 10 класса, они вот важны, по ним считается средний балл, и возможно выдается предварительно грант. Понятно, спасибо. Я еще дополню, действительно, по вашим оценкам в аттестате, не ЕГЭ, а именно в аттестате, либо же за 10 класс по успеваемости, если вы еще там учитесь, и у вас нету цены аттестата, можно получить предварительный грант, который что он означает? Это ваша страховка, вы понимаете, что вы, если вы будете учиться хотя бы на тройке выше, то вы, соответственно, получите эту категорию гранты. Я детально сейчас не буду устанавливаться, но вы можете об этом спрашивать у нас, у наших консультантов, оставляйте заявочки. Да. Или если ты посчитала, если ты посчитала, кто победитель и так далее, напиши, наверное, в общем чате, кто по нашим подсчетам победил в конкурсе. Если у тебя есть какие-то вопросы, то напиши мне, наверное, лучше в WhatsApp. Я буду там ждать. Да, ну что, друзья, Лев, Артем, какие у вас еще есть вопросы? Есть ли еще какие-то вопросы? Лев, у тебя остались ли еще вопросы? Да, есть вопрос насчет гранта предварительного. Вот, допустим, в 10 классе я подавал на грант без троек, у меня, ну, оценка, у меня не было троек в оценках за полугодие, там, за год. А в 11 классе что-то пойдет не так, и, допустим, по каким-то предметам не основным мне могут поставить троек. это как-то повлияет на мое дальнейшее поступление и обучение вообще? Ко мне, я думаю, вопрос. Нет, нет, не должно повлиять. Ну, нет, не повлияет. Конечно, желательно все-таки не ухудшать, да, но если мы, это как бы в соответствии с Российской приемной комиссией, Российского офиса, чтобы вы не ухудшили все оценки, поэтому, Лев, я очень надеюсь, что ты их не ухудшишь, но в целом, то, так как я говорю, гранты, которые у тебя уже есть, то ты получишь, это минимум, который ты получишь. Да, Лев, есть ли у тебя еще вопросы? Нет, больше вопросов нет. Здесь вопросы, во-первых, есть после 9 класса, Марина, у нас нет, вот у нас именно нет программ после 9 класса, классов Китая, мы уже готовим в России программу для тех, кто после 9 класса хочет китайский язык учить вместе с нами, следите за новостями, в ближайшие, наверное, где-то месяц она будет выложена, и мы о ней всем расскажем. Есть, ну, как бы, есть другие варианты, да, поступления, если вы именно в Кольжи хотите, хотя я бы, честно говоря, не рекомендовал, Кольжи все-таки не очень сильный в Китае, лучше проучиться здесь, в России, там, может быть, как-то на курсе китайского дополнительно ходить, чтобы подтянуть язык и ехать уже после 11 класса. Так, нужно ли знать английский язык, чтобы общаться с преподавателями и другими учениками, и на каком языке говорят преподаватели? Камила, расскажи, пожалуйста, как с английским языком и так далее. Инглийский язык на самом деле лучше знать, да, здесь, в Китае, по крайней мере, в университете очень мало кто говорит на английском языке, а вернее, в единице. Но учителя вначале, вначале обучения, они объясняют материал на английском языке, поэтому и стал лучше знать, чем нет. потому что чтобы понимать учителя, чтобы как-то во что-то вникать, нужно знать язык. Они не знают русского языка, вот даже Харбинский институт, который находится в Харбине в городе, учителя здесь не знают русский язык, поэтому желательно английский все-таки учить, хотя бы на немалых уровнях. Спасибо. Да, на базовом уровне нужен английский точно. Еще при поступлении важны хорошие результаты ЕГЭ? По-моему, на него ответили уже? Нет. ЕГЭ не важно. Важно, чтобы вы просто аттестат получили, Алина. Самое главное. Да, у меня есть вопрос по поводу сейчас. По поводу графика обучения то есть сложно ли привыкнуть к графику обучения? То есть если скольки до скольки я буду заниматься? ловил этот момент ну конкретно у нас в университетах по-разному, конечно, но именно у нас пока сейчас с самого начала обучения было по три пары в день. на самом деле они по времени очень очень удобны именно в Харбинском институте технологий. Начинается, конечно, в восемь утра, но обед, обед здесь почти два часа, ну полтора-два часа. За это время можно сходить, спокойно поесть, возможно поспать в общежитии. Это достаточно удобно. Но, насколько мне известно, в втором полугодии, когда гадают уже предметы, будут уже по четыре пары, и мы будем заниматься где-то до пяти вечера. Сейчас мы учимся где-то двух сорока, до трех дня. Спасибо. И последний вопрос на сегодня, потому что Камила уже на самом деле больше часа ночи, полвторого. Камил, спасибо большое, что так долго не спишь, отвечаешь на вопросы наши все. Вопрос, который мы проводили конкурс в Инстаграме, на разные вопросы, и один из вопросов, который нам больше всего понравился, это вопрос, собственно, про учебу, про то, как учат, но я немножко перефразирую, это как-то сложно сформулировано, но в целом про то, как учат в Китае, что ты можешь отметить с точки зрения того, как преподаватели дают обучение в Китае, поделись, что для тебя казалось интересным, может быть неожиданным после обучения в России. На самом деле, китайские учителя это лучшее, что с учебной жизнью, так как вторые родители, на самом деле, они заботятся о каждом ученике, для них каждый ученик гений. Если у него что-то не получается, они будут с ним сидеть до тех пор, пока не поймут. тут, конечно, не на уроке, после уроков остаются, они занимаются, они учатся, и они не оставляют без внимания своих учеников. То есть к ним нужно подходить и задавать любые вопросы, даже не касаясь на учебу, а касаясь на жизни, они действительно как вторые родители. Спасибо. Спасибо, Кавел, что поделилась. Да, ну и, кстати, добавлю, что они требуют к себе, наверное, отношения похожего, то есть такого безвольных отношений, да, там достаточно все-таки строгой ловши, учитель, это человек, к которому надо относиться с большим уважением в Китае, иначе вы мало чего добьетесь. Да, друзья, спасибо, спасибо всем, кто пришел, смотрел отдельное, самое огромное спасибо Камиле за то, что нам отвечал на эти вопросы уже ночью по китайскому времени. Спасибо, Артем, спасибо, Лев, за то, что задавали вопросы. Надеюсь, вам тоже было интересно и полезно это узнать. Всем зрителям спасибо, что, несмотря на технические трудности, вы с нами были, смотрели все, задавали вопросы, участвовали. Мы подумаем, как решать технические вопросы, прошу прощения, ну и поздравляю победительницу Анастасию. Всем хорошего вечера, спокойной ночи, пока, пока. Все, мы завершаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok